Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Ариадна Кугушева. Казанский университет выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате стрельбы в Казанской гимназии номер 175. Среди погибших выпускницы Института филологии и межкультурных коммуникаций Казанского университета Эльвира Игнатьева, работавшая учительницей в этой школе. В эти тяжелые минуты искренне скорбим вместе с родными и близкими по безвременно ушедшим и надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших. Подробности трагедии в следующем сюжете. Тихий и неконфликтный студент, так сказано в его характеристике из колледжа. Напавшим оказался бывший ученик гимназии 19-летний Ильнас Голливеев. По предварительным данным погибло 9 человек, еще 20 получили травмы разной степени тяжести. В результате контртеррористической операции учащиеся были эвакуированы из здания, а стрелок задержан сотрудниками сил правопорядка. Начальник розыгрыша 7-8. В отношении Ильнаса Голливеева возбуждено уголовное дело. На место происшествия прибыл президент республики Татарстан Рустам Мениханов. Власти Татарстана провели заседание антитеррористической комиссии республики. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и поручил проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия. Председатель правительства России Михаил Мишустин объявил минуту молчания. Стреляли в детей. Это крайне бесчеловечно и жестоко. Ученики школы и взрослые погибли. И каждая такая потеря – это огромное горе. Прошу почтить память погибших. Спасаясь от преследования, несколько детей выпрыгнули из окон третьего этажа. Но жертвы трагедии не только раненые. Для учеников, ставших очевидцами событий, организована служба доверия. Психолог Казанского университета рассказал, какую посильную психологическую помощь могут оказать родители своему ребенку. Сейчас нужно общение. Сейчас нужно все объяснять. И объяснять нужно грамотно, правильно, чтобы у него не возникли такие, я бы сказал, такой недоверие к обществу, в котором, в общем-то, мы не можем спастись. Если он будет стараться изолироваться, не общаться, уходить, он не понимает, что с ним происходит, потому что это шоковое состояние, это пограничная ситуация между жизнью и смертью, в которой мы бываем очень редко. Будет оказана помощь и школе, и семье. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики, для нашей страны. По решению президента республики 12 мая в Татарстане объявлено днем траура. В ближайшее время будут организованы проверки всех учебных учреждений республики и обеспечены повышенные меры безопасности. Продолжение следует...